Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на Час Историй. С вами Лолита Леонидовна и Бартоломео. Бартоломео, скажи зрителям привет. Скажи привет. Спасибо. Спасибо. Друзья, любите ли вы путешествовать? Я очень, поэтому сегодня мы отправимся с вами в кругосветное путешествие. Карта есть, паруса подняты, и наш корабельный пёс готов к отплытию. А главное, у нас есть книги, которые расскажут нам о морях и океанах, о странах и континентах, и о великих путешественниках. Знаете ли вы, кто открыл Америку? А кто первым совершил кругосветное плавание? Напишите свои ответы в комментариях. В детстве меня удивляло, как люди раньше путешествовали без телефона, радио или спутника, как находили верный путь, особенно если находились в открытом море. Энциклопедия первооткрывателей из серии «Хочу всё знать» ответит нам на эти и другие вопросы. Вот, например, как исследовали, исследователи открывали новые острова. Они определяли местоположение Земли по поведению морских животных и по форме и размерам волн. Иногда их приносило к Земле сильным течением. А каким образом мореплаватели, не имея карт, догадывались, что находятся вблизи Земли? Мореплаватели узнавали о приближении суши, когда видели птиц или морские водоросли. Иногда окраска моря и очертания облаков изменялись вблизи суши. А моряки-викинги иногда полагались на инстинкты птиц. Время от времени они выпускали ворона и следовали за ним в надежде, что он приведёт к Земле. А в кругосветное путешествие мы отправимся с вами с книгой «Как Земля оказалась шаром» из серии «Самые великие путешествия». Скукотища! Тимка зевнул, прищурился. Эх, сейчас бы мячик погонять, а тут сиди и географию зубри. Ну да чего ж надоели проливы, острова, континенты. В жизни не выучить главу про Магеллана. Он хотел нацепить наушники и включить новенький плеер, чтобы веселей было шагать домой из школы, но тут услышал насмешливый голос. Ничего себе скукотища! Так сказать о первой кругосветке! Тима забыл о плеере. Таня – самая красивая и умная девочка в классе, и он давно хотел с ней дружить, а тут вдруг сама предлагает. «Заходи ко мне сегодня, о Магеллане поговорим и еще покажу тебе модели его судов». Тимка обомлел от восторга, но не подал вида и протянул медленно с линцой. «Уговорила!» Явившись к Тане, мальчик поразился. «Ну ничего девчачьего! Вместо нарядных кукол – парусники. Вместо картинок – чертежи и карты». «Ты все это сама?» – Тима кивнул на деревянную флотилию, заполнившую все полки и широкий подоконник. «Папа помог!» – призналась Таня. «Он у меня моряк! Жалко, что редко дома бывает, все время в плавании». «Прямо как Магеллан!» – хихикнул гость. «Это точно!» – Таня гордо вскинула голову. Но, честно говоря, великому путешественнику приходилось в сто раз труднее. Если в те времена, в шестнадцатом веке, с кораблем что-то случалось, капитан не мог позвать на помощь другие суда и вертолеты. Тогда не было радио и электронных приборов. Так как же Магеллан рискнул отправиться в такой дальний путь? Магеллан любил плавать по морям больше всего на свете. Однажды в руки ему попала старая судоходная карта. Истёртая и потрёпанная. На ней он обнаружил удивительную вещь. В самом низу виднелась узкая, едва различимая щель между Южным полюсом и Америкой. «Вот это да!» – подумал мореход. «Значит, чтобы попасть на острова пряностей, вовсе не обязательно огибать всю Африку и плыть дальше, на восток, мимо Индии. Можно идти на запад и приплыть быстрее». Вот они здесь, острова пряностей, находятся. Магеллан не зря помышлял о дальних странах, где в избытке росли разнообразные пряности. Душистый перец, ваниль, гвоздика, корица ценились тогда на вес золота. И не мудрено слишком долгое время и дорогой ценой они доставлялись в Европу. Все купцы и путешественники мечтали найти к ним более короткий путь. «А сам-то Магеллан где жил?» – спросил Тима. «В Португалии». И Таня указала на маленькую точку на юге Европы. Его родина считалась тогда могущественной морской державой, так же, как и соседняя с ней Испания. Эти страны все время соперничали и старались опередить друг друга. Так и случилось, что не португальский, а испанский король снарядил экспедицию Магеллана на Малукские острова, называвшиеся тогда островами пряностей. В небольшую флотилию входили пять кораблей – Сант-Антонио, Концепсьон, Тринидад, Виктория и Сантьяго – с экипажем в двести шестьдесят пять матросов и офицеров. Почти все они были испанцами. А Магеллан, как вы помните, португалец. Да, чуть не забыл. Среди членов команды находился еще Малаяц, немножко старше нас, немного старше вас, ребята. Капитан выкупил его на невольничьем рынке, куда плавал в прежние времена, и растил, как родного сына. Энрике оказался смышленым парнем, да к тому же верным товарищем. Кстати, только ему одному Магеллан рассказал о той необычной карте. Остальным не обмолвился ни словечком, опасался козней соперников. «Что ж, испанский король назначил Магеллана начальником флотилии?» – спросил Тима. «Адмиралом», – поправила Таня. Но он и не думал зазнаваться, как простой матрос лазил по всем кораблям, проверял оснастку, качество провианта, пороха и оружие. Когда все было готово к отплытию, на адмиральский Тринидад доставили послание, извещавшее Магеллана о заговоре против него офицера. Самый главный заговорщик, Хуан де Картахена, капитан Сан-Антонио, был очень властным и честолюбивым. Кстати, он был представителем испанского короля в этой экспедиции. Он собирался устроить бунт и возглавить плаванье. «Как же Магеллан поступил? Высадил врагов на берег?» – спросил Тимка. «Нет, офицеры были назначены королем, и трогать их было опасно, а прямых доказательств измены не обнаружили». «Картахена, наверное, не дремал!» Мальчику не терпелось услышать, что было дальше. «Это точно!» – вздохнула Таня. Магеллан, между прочим, установил на флотилии жесткую дисциплину. Все до самых мельчайших деталей подчинил строжайшему порядку. «Ну, ребята, ведь в море по-другому-то и нельзя!» Например, когда к адмиральскому Тринидаду приближалось какое-либо из судов, его капитан обязан был выйти на палубу и приветствовать Магеллана словами «Да поможет вам Бог, господин адмирал!» Но однажды Хуан де Картахена послал вместо себя ботсмана и велел ему сказать все, что положено, но назвать при этом Магеллана «Господин капитан!» Адмирал, конечно, возмутился и потребовал к Картахене подчинения, но тот издевательски заявил, что в предприветствие поручит говорить юнге. «А вы знаете, что юнга – это самый младший из матросов на корабле?» «Что же Магеллан? Наказал бунтовщика по всей строгости?» Нет. Решил выждать, чтобы избежать столкновения в открытом море. Кстати, корабль Картахены был гораздо лучше вооружен, чем адмиральский Тринидад и вообще был самым крупным судном во флотилии. Между тем атмосфера сгущалась. «Что же будет?» – волновался юный Энрике. Он знал, что молчание Магеллана, как безветрия на море, предвещает суровый шторм. Наконец, адмирал пригласил всех капитанов к себе на судно. Явившийся последним, Картахена нагло заявил о нежелании подчиняться и потребовал от Магеллана отчета во всех его планах и действиях. Вот тут-то Магеллан и воспользовался полученным от короля Карла V правом единолично вершить суд. Схватив Картахену за плечи, Магеллан произнес «Вы, капитан, мой пленник!» Вот он, Магеллан и Картахена. Ну а что заговорщики? Тимка даже пристал от волнения. Они растерялись от неожиданности и от сокрушительной силы, исходившей от адмирала. Их хватило только на то, чтобы просить не заключать в оковы высокородного дворянина де Картахену. Магеллан оказал эту милость. Бунт офицеров был подавлен, а на Сан-Антонио назначен другой капитан, родственник адмирала. В каких краях всё это происходило? Тимка подошёл к карте, занимавшей почти всю стену в Таниной комнате. Корабли двигались к югу, вдоль берегов Америки. Вот здесь вот двигались корабли. Магеллан упорно искал пролив, чтобы пройти из Атлантики в Южное море, как тогда называли Индийский океан. Таня провела пальцем вдоль узенькой голубой полоски, отделявшей нижний угол огромного континента от Антарктики. По пути моряки познакомились с тропическими лесами Бразилии, населёнными юркими ягуанами, грациозными ягуарами, Закованными в латы броненосцами, длинноногими дикими свиньями. Но чем дальше на юг, тем жарче становилось, как вы думаете, ребята? Чем дальше на юг, тем жарче? Тем неприветливее становилась природа. Постепенно густые леса сменились унылой степью, Потом пустынной местностью, где лишь изредка появлялось что-то живое. Наконец, в подзорные трубы можно было разглядеть только неуклюжих пингвинов, А ведь мы помним, что рядом там Антарктида. До тюленей, сливавшихся с серыми утёсами, Голые берега и кривая линия острых скал, Безлюдье, мороз. Но Фернан Магеллан не сдаётся, Он ведёт корабли навстречу штормам, Наперекор свирепым волнам. Бури в клочья дерут паруса, Расщепляют, как спички мачты. Адмирал продолжает исследовать каждый залив, В узких устьях берёт пробы воды, Вдруг окажется не пресной, а солёной. Значит, это не речка, а пролив между двумя океанами. Корабли миновали 42-й градус, Место, где на заветной карте обозначен пролив. Ничего, неужели ошибка? Дни становятся всё короче, Прибрежный пейзаж всё угрюмее, Настроение экипажа мрачнее день ото дня, Лютый зимний холод окончательно преграждает путь на юг. И адмирал решил возвращаться назад, Протянул Тимка разочарованно. Как ты мог так подумать? Возмутилась Татьяна. Хотя пришлось ему ох, как не сладко, Оказавшись в промёрзшей пустыне, Моряки принялись роптать. Мы нанялись плыть в цветущие земли, На волшебные острова, Где куда ни ступи, Груды вкусных плодов и целебных пряностей, Росыпи алмазов и изумрудов. А вместо этого Магеллан завёз нас в какой-то ад? Слыша жалобы матросов, Испанские офицеры злорадствовали. Неужели они опять взбунтуются, Волновался Энрике. Он опасался нового заговора, Но не подавал вида, Подражая во всём неустрашимому адмиралу. Так как двигаться дальше было нельзя, Магеллан выбрал тихую бухту Для долгой зимовки. Флагманский Тринидад Бросил якорь у самого входа, Преградив остальным кораблям Пусть в открытое море На случай попытки к бегству. Вечерело, Когда к адмиралу прибежал Запыхавшийся Энрике. Я укрылся от холода, Под парусами, сваленными на палубе, Услышал! Зачистил перепуганный мальчик. Погоди, отдышись. Фернан усадил его, дал воды. Я услышал разговор офицеров, Продолжал Малает спокойнее. Нынче ночью они выпустят Арестованного Картахену И захватят все корабли. Адмирал не ответил. Только сжал плечо мальчика И, засунув за пояс кортик, Вышел из каюты. Вскоре стало известно, Что мятежники захватили Концепсьон, Сан-Антонио и Викторию. Одного из друзей адмирала Негодяя смертельно ранили, А другого взяли под стражу. Все корабельные орудия Заговорщики навели На адмиральский флагман. Они стреляли в него, Разволновался Тимка. Мятежники потребовали, Чтоб Магеллан явился К ним на переговоры, Иначе и грозились Расстрелять Тринидад и Сантьяго. Адмирал, наверное, Был вне себя от ярости. Скорее решителен И непреклонен. Он отрядил на Викторию К одному из мятежников-капитанов Небольшой отряд верных ему людей. Передал приказ Прибыть без проволочек На флагман для серьезного разговора. Бунтовщик отказался повиноваться, А читая послание адмирала, Поднял его насмех. Тогда один из посланцев Вонзил клинок в горло предателю. Тот упал, А его сообщники Бросились на утек. К Виктории пришвартовалась Вторая шлюпка С матросами адмирала. Судно было захвачено В считанные минуты. Теперь перевес Оказался на стороне Магеллана. Три корабля против двух. Он построил их в ряд Поперек входа в бухту. Но Санкт-Антонио Все же попытался Прорваться к морю. Ух! Раздался залп Из тяжелых орудий Тринидада. На мятежных судах Воцарилась паника. Погибать из-за козни Своих офицеров Матросы не собирались. И взяв их в плен, Сдались Магеллану. Адмирал отплатил заговорщикам. Тинка предвкушал Справедливую расправу. Как сказать? Матросов он простил. А вероломных капитанов Одного казнили немедленно. Картахену с другим Мятежником высадили на берег С небольшим запасом провизии, Чтоб хватило на первое время. Они выжили? Неизвестно. А как остальные? Зимовка прошла нормально? Если бы Таня вздохнула. Привыкшие к южному солнцу Путешественники страдали От жестоких морозов, Шквального ветра. Пытка длилась Несколько месяцев. Лица их задубели, Пальцы еле сгибались, А одежда Изорвалась в клочья. Не обошлось И без настоящей беды. Посланный на разведку Сантьяго Разбился о скалу. К счастью, Почти всех матросов Спасли подоспевшие шлюпки. Ну и когда же Продолжилось путешествие? Пришлось дожидаться весны, Октября. За дурачка меня принимаешь. Тимка обиделся и отошел к окну. Каждый школьник знает, Что октябрь осенью. Это у нас, В северном полушарии, Согласилась Таня. В южном все наоборот. Наша планета Вращается Не только вокруг своей оси, Но и вокруг Солнца, Подставляя Его лучам То южный бок, То северный. Когда на одном полушарии Гуляют зимние вьюги, На другом лето В самом разгаре. Понял теперь? Я знал, Да забыл. Ты продолжай, пожалуйста. Тима решил на всякий случай Не заострять внимание На собственных знаниях. Так вот, весной в октябре, Когда чуть-чуть потеплело, Адмирал дал команду Сниматься с якорей И следовать строго на юг. Он не оставил надежду Найти пролив, Соединяющий два океана. Его упорство Было вознаграждено Всего через пару дней. Только представьте себе Несколько месяцев Страшной зимовки Совсем рядом с целью. Невезенье. Тимка сочувственно засопел. Это еще не все. Магеллан выслал на разведку Пролива два корабля. Тут начался Жесточайший шторм. Океан как бы мстил Морякам за разгадку Своего секрета. Ни у кого не оставалось Сомнений. Суда разведчики Поглощены свирепой стихией. Только Магеллан ждал Без устали шагая По палубе И вглядываясь В клокочущую Морскую бездну. Вдруг Ликующий крик дозорного Парус! Два паруса! Вернувшиеся сюда Подтвердили Добрую весть. Пройденное ими Ущелье С соленой водой Действительно Пролив Между двумя океанами. Вот посмотрите на карту Вот этот небольшой пролив В самом низу Он даже плохо виден Здесь на карте Но вот там прошли Корабли Магеллана И из Атлантического океана Попали в другой Но только не в индийский Адмирал счастлив Горд Хотя даже и не предполагает Что новый водный путь Потом назовут его именем И навсегда этот пролив Останется Магеллановым проливом. Однако плавание в проливе Было не очень-то приятным Бурые клочья туч Почти касались свинцовых вод А берега щетинились Острыми зубьями скал От снеговых вершин Таинственно мерцавших вдали Веяло леденящим холодом И ни одной живой души Только ночами Черный бархат ночи Вдруг вспыхивал редкими огоньками Как потом выяснилось Это были костры туземцев Путь оказался Чрезвычайно опасным То неожиданно прямо у борта Возникала верхушка рифа Готовая продрать обшивку То днище грубо скрежетало По каменистой отмели То с гор накатывал Порывистый ветер Но слава богу Флотилия прошла По гибельному пути Без потерь Еще бы, радовался Мальчишка-малаец Нет в мире морехода Искуснее и смелее Магеллана Вот так Великий мореплаватель Адмирал Фернан Магеллан Нашел проход Из Атлантического океана В Тихий Кстати, это он его так назвал Ну, а доплыл ли он До острова Пряности и до Индии? Привез ли королю Карлу Пятому Обещанные драгоценности И пряности? Об этом вы узнаете Когда прочтете эту книгу Или откройте Малую детскую энциклопедию В интернете Ссылку на нее Я добавлю в комментарии Читайте Открывайте новые земли С великими путешественниками А в следующий четверг Встретимся на часе истории И нас ждет новый удивительный рассказ До свидания! Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok